сергей в ноябре во время большого онлайн эфира с нами вы говорили что готовы поглощать сети с тех пор как ваш альянс прирос сделали первую сделку купили компанию сибирский гигант новосибирске с первого квартала этого года мы ее начали переформатировать и сейчас открываем магазины в трех по тремя разными вывесками первый виск это хороший выбор вторая вывеска это доброта первоцен все что касается дискаунтеров и 3 вывеска это спар а с точки зрения расширения союза что-то случилось у вас ну вот вот если говорить про вступление в альянс это даже не факт подписания договора концессии это факт прохождение адаптации в котором решаются вопросы управления товарными категориями распределение федеральные локальный квод внедрение айти инфраструктур каких-то инструментов это достаточно такое протяжительное время от полугода и с тех пор мы адаптировали две сети это сеть айгуль из якутии которые оперируют в двух городах этой нерюнгре и якутск и вторая сеть наверное лидер самый большой лидер и по проникновению лидер камчатки это сеть шамса какие проблемы пришлось решать учитывая что ваш новый партнер с камчатки а все остальные все таки там сибири находятся центральной они для всех одинаковые эти проблемы там сложнее или чуть легче наверное такого вопроса не стоит просто если ты решаешь эту проблему то независимости от плеча логистического ты ее решаешь там ввести в тулу или ввести на камчатку разницы нет кроме того что на камчатку дольше можем использовать другой транспорт цена безусловно ложится в стоимость этой логистики но покупатели на камчатке безусловно получает товар из москвы независимость через какой канал они уже видят этот товар с учетом стоимости товара но зато он и камчатке есть старый такой советский переоборудованы уже модернизированный завод рыбных консервов и люди из камчатки имеют возможность покупать его значительно дешевле чем люди из москвы поэтому кроме того что мы являемся такими интеграторами и даем условий и начинаем делать поставки на камчатку мы еще пытаемся завязывать отношения с местными производителями и для западной части страны получать данные товары а если говорить про но проблемы которые мы решаем без безусловно это выстраивание логистического канала если например в тулу это грузовики машины нашего рц то до камчатки с нашего рц до до места загрузки вагонов или то место загрузки контейнеров откуда они самолетом или вагоном уходят туда на восток это первая проблема то что мы решаем во время адаптации второе это все что связано с эти инфраструктуры потому что каждая подключающаяся сеть она имеет товары с разными названиями свои разные классификаторы мы просто интегрируем это в единую базу данных в одном классификаторе и вот этот айти часть она составляет пожалуй больше чем логистика а сколько времени занимает примерно вам скажу что как камчатку мы адаптировали 12 месяцев айгуль якутск 6 месяцев у вас там сейчас получается в в том числе в регионах вашей работы появилось еще одно объединение восточный союз вот как вы относитесь к тому что такое альянс появился как вы оцените перспективы коллег но положительно это же делается по сути в целях мы и они мы совпадаем и в этом смысле нам понятно что они делают более того нам более менее понятно как они это будут делать на рынке есть возможность образования дополнительных альянсов и мы точно отдаем себя отчет что может быть это не последний даже альянс например возьмем рынок германии на рынке германии альянсы которые создались в единую сеть это и дека и реви групп по сути первая и вторая сеть в германии во франции это леклерк интер марше и таких примеров каждой стране европы их предостаточно и россии наверное здесь никакая не новинка и на мой взгляд мы ждали этого альянса он образовался и вероятно будет еще конь альянс мы бы этого хотели и в этом смысле у нас нет притязание на монополию альянсов россии точно другое дело что мы вот ведем сейчас тоже начали с ними контактировать и может быть у нас получится использовать например часть айти инфраструктуры совместно что позволит нам в общем разрабатывать и быть лидерами в этих разработках да скорее от альянсов мы больше ждем какого-то дополнительной эффективности если мы сможем договориться и прийти к общему мнению потому что и они и мы решаем одни и те же задачи вот я не вижу ничего в этом плохого внутри альянсов и по крайней мере восточный союз планирует выпускать стм у вас что-то выпускается уже или в планах может быть есть да вот мы вот в общем понимании что такое стм по сути это уникальный продукт но у него есть разные цели в этих продуктов например стмом можно назвать так многие на рынке называют региональные сети по сути это как есть контрактное производство да у нас есть контрактное производство это когда мы размещаем заказ на объемы заказ на определенный тип упаковки на уникальный бренд на заводах россии и в европе это есть есть импорт по сути для российских наших сетей то что мы привозим импортного это и бакалеи это кондитерские это изделия это пиво она уникальна по отношению к другому ассортименту в этом регионе мы этим занимаемся и третье все что касается реально понимание что такое стм разработки рецептуры продукта размещение и поиск производителя который может в этих объемах создавать эту рецептуру в виде продукта утверждение бренда контроль качества этого продукта на разных этапах начала производства заканчивая контроля ингредиентности каждой партии с этого года мы начали это делать у нас есть сейчас 7 7 или 8 уже наших собственных продуктов но к сожалению производителями этих продуктов может к счастью на сегодняшний момент это являются производителей из италии из словакии из польши из литвы то своим подбирать именно там пока мы находим производителей которые готовы создавать эту рецептуру а вы ориентирует семена на то есть на уникальность а цена при этом какую роль играет сегменты разные ценовые сегменты все что касается низкого ценового сегмента мы не там не видим ценности пока создавать какой-то единый зонтичный бренд типа лучшая цена или там супер выбор там доступный выбор нам достаточно просто потребность в низком ценовом сегменте это потребность базовая это должен быть продукт дешевый и за единицу продуктов не знаю за килограмм или за 200 грамм он должен стоить дешевле чем у любого другого конкурента сети и в этом смысле создавать торговую марку наверное это вторично первично найти такого производителя который произведет безопасные макароны за килограмм дешевле чем в стране вот это мы называем контрактным производством а вот что касается стм где мы пытаемся позиционировать себя как контролера качества продукта как создателя вкуса уникального данного продукта в основном это средний ценовой сегмент в прошлый раз вы говорили но по крайней мере был момент диалоги про закупочную цену вообще в целом как успехи на поле борьбы с крупными поставщиками вот четыре года наверное это шло примерно одинаково если говорить цифрах наверное мы улучшали условия в среднем там от двух до пяти процентов на федеральные контракты ключевые потому что их доля достаточно большая кстати занимала в прошлом году 50 процентов этом году занимает 40 процентов это говорит о том что наша стратегия внедрение на полке ассортимента уникального она дает о себе знать и мы увеличиваем маржинальность через как раз контрактное производство стм импорт и так далее но тем не менее доли федеральных производителей крупных таких как не знаю марс на стле procter and gamble и так далее она остается достаточно большой эти бренды остаются любимыми для покупателей и там средние улучшения по отношению к предыдущему году три года были там два три четыре пять процентов сейчас в этом году мы начали централизованные поставки товаров централизованная логистику это означает что эти производители начинают возить не на rc каждой сети в отдельность она наш централизованный rc вас один пока у нас не один большой в москве это в районе обухова на востоке москвы rc класса а от 8000 полета мест с разными режимами хранения и второе мы откроем новосибирске сейчас мы купили много много оборудования и вот пытаемся собирать нормальные ртс класса эти ртс сертифицирует крупные производители мы становимся единственными даем единственную точку ввоза данного товара на это ртс и мы становимся единственными плательщиками для производителей и вот это вот очень сильно меняет саму структуру изменения цен по некоторым контрактам мы благодаря оптимизации затрат которые раньше производители несли на дистрибуторов на распределение каналов на обеспечение контроля так полки каждой сети в отдельности сейчас мы получаем улучшение это первый год когда они просто глобальны они наверное от 10 процентов это минимум а максимум около 30 процентов по некоторым контрактам и вот эта программа перевода на централизованные поставки крупных федеральных производителей в этом году стала масштабироваться и до конца года это 40 производителей а до конца следующего года чуть больше ста производителей всего мы описываем около 200 производителей крупных федеральных которые являются лидерами категорий, которые нуждаются в дистрибуции в каждом из регионов, вне зависимости от Архангельса или Камчатка. Это означает, что за три года мы, наверное, дойдем до того, что все 100% федеральных производителей будут централизованно поставлять на АРЦ, а мы будем едиными платильщиками. Это важный такой этап, и это доказывает то, что мы выстраиваем стратегию, и мы хотим стать одной сетью. Вы уже помянули, что в числе свежеприобретенных открывается дискаунтер, а в целом формат дискаунтера, хард дискаунтера. Вы для себя как-то пересмотрели за последнее время? Есть повышение интереса к нему? Я не знаю, пересмотрели. В каком смысле? В смысле мы всегда, последние особенно три года, мы смотрели на этот формат. Просто все активно начали в него. Да, безусловно. Но рынок говорит о том, что есть такая ниша, и это первый канал, который растет. Второй, по-моему, это магазины у дома, но прирастает немного, совсем немного. Можно сказать, стагнирует. Но дискаунтеры растут. И вот в этом году мы тоже делали эксперименты, и в Новосибирске стали открывать дискаунтеры первоцен. И вот эта технология будет масштабироваться для всех наших сетей. Часть магазинов в каждом регионе, те сети, которые входят в наш альянс, и являются частью франчайзинговой сети «Хороший выбор», часть магазинов будет переформатирована в дискаунтеры. Это абсолютно точно. Самое большое количество, которое мы сделали дискаунтеров сейчас, это в Новосибирске. И сеть BIN, в Улан-Удэ и Чита. По-моему, около 100 торговых точек переформатировано в дискаунтеры уже в этом году. И мы смотрим на этот формат, может быть, не как основной, а как важный формат для текущей ситуации на рынке. Еще одна важная штука – онлайн-доставка. Как у вас с ней дела обстоят? Работать ли в этом направлении? Тестируем какие-то вещи в разных регионах, в Туле, например, или в Улан-Удэ. Но здесь мы ищем партнера. Мы ищем партнера какой-то приличного онлайн-компанию, которая поможет нам с определенными технологиями. Что есть у нас? По сути, у нас есть 750 магазинов по стране, которые могут быть в Dark Storm. А это означает, что мы готовы снабжать квартиры покупателей в доступности до 15 минут шаговой от каждого магазина. Соответственно, это достаточно большой объем. Второе, что у нас есть. У нас есть закупочный оборот, что позволяет нам получать приличные цены, низкие цены на товары. У нас нет на сегодняшний момент, и куда мы смотрим, это помощник, технологическая компания, которая может выстроить для нас очень приличный маркетплейс, который будет работать по всей стране, где мы находимся. А Dark Storm и доставки могут являться именно наши магазины. Вот мы сейчас в поисках такого партнера находимся. Мы точно понимаем, что в эту тему нужно идти. Но у нас нет какой-то эйфории о том, что доля какая-то будет огромная в FMCG, именно в еде. Мы основными… Наши магазины, они в большей степени продают еду, не нон-фуд, не электронику. И в этом смысле сейчас там долю оценивают по-разному все. Ну, допустим, 2% от рынка FMCG. Но все-таки 98% – это то, что называют они каменными магазинами. И если она вдруг вырастет, как сегодня некоторые говорили, до 8% за 5 лет, ну, это будет потрясающе. Мне так не особо в это верится, конечно, пока. Ну, по крайней мере, по Москве же прирост уже и в большем количестве процентов измеряется. Я не знаю Москву, потому что у нас здесь нет магазинов. А вот там, где мы находимся… Ну, это еще на неделе ритейла уже говорили о том, что там процент онлайн-доставки в Москве там чуть ли не к 20 приближается. Может, даже больше, честно. Не помню сейчас цифры, но то, что это большая такая цифра… Да, но это не еда. Это точно не еда. Это может быть книги, это может быть там нон-фуд какой-то и так далее. В еде такого я просто не верю. Нет. Этого нет нигде. Ни в Великобритании, ни в Корее, ни в Соединенных Штатах, где онлайн значительно сильнее развит, чем в России. Ну, и последний вопрос. Вы уже так обозначили, какие-то вопросы, что вы планируете делать в ближайшее время. Но все-таки, если так, еще раз по пунктам, на 2022 год, вот прям, что, скажем так, точно должно быть сделано? Что вы планируете? Первое. Углубление управления товарными категориями. Увеличение доли импорта. Увеличение доли СТМ. Увеличение доли контрактных производств. Централизация поставок через один, через два РЦ с одним юридическим лицом крупных федеральных производителей. Формирование четкого плана действий в части онлайна. Я не верю, что в будущем году мы сможем создать какой-то большой онлайн-магазин. Вот, то, что я описывал, скорее, это видение. Но в следующем году у нас появится план, который будет частью нашей стратегии. Спасибо большое. Вот, наверное, так. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.